Путин и другие подонки просто пытаются свалить ответственность за кропус на кого-то другого. У них всегда одинаковые методы. Это уже было. И взорванные дома были, и расстрелы, и взрывы. Это ничтожество абсолютное. Путин сутки молчал, думал, как притянуть к этому Украину. Тех сотен тысяч россиян, которые сейчас убивают на украинской земле, точно бы хватило, чтобы остановить любых террористов. Это я вам точно говорю. Вот такая реакция Владимира Зеленского на слова военного преступника Путина о том, что за массовым убийством людей в Крокусе стоит Киев. И похоже, теперь это будет основная версия Кремля. О том, что на самом деле произошло. Конечно, о том, чего теперь ждать. Поговорим с человеком, который точно знает, как работают российские спецслужбы. Сергей Жирнов, экс-шпион, сотрудник первого главного управления КГБ. Сергей Олегович, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Привет всем нашим зрителям. Я упросил Сергея Олеговича найти для нас сегодня время. Друзья, пожалуйста, оцените и мои усилия, и доброжелательность Сергея Олеговича лайком. Потому что, ну, действительно, я очень рад, что имею сейчас возможность именно с вами, Сергея Олеговича, это обсудить. Уже 133 человека погибших. Путин действительно молчал сутки. В итоге записал видеообращение, в котором заявил, что террористы все задержаны, они двигались в сторону Украины. И там для них, якобы, с украинской стороны было подготовлено окно для перехода украинской границы. Мы о версиях сейчас поговорим. Для начала попрошу вас прокомментировать вот это видеообращение. В целом, да, насколько ожидаемые были вот именно такие тезисы, да, ну и, в общем-то, почему Путин молчал сутки. Ну, вообще, конечно, понятно, что это вранье. Это понятно, что вранье, потому что ИГИЛ, значит, исламское государство, его ветвь, которая находится в Афганистане, которая называется Хорасон, взяла на себя ответственность. Сразу, буквально в тот же день, буквально через несколько часов она взяла на себя ответственность, опубликовала несколько сообщений, которые могут предполагать, что это, конечно, ответственность может быть такая оппортунистическая. То есть это не сами бойцы какие-то там, я не знаю, афганцы или там пакистанцы, которые все это сделали. То есть это похоже все-таки сделали действительно таджики. Вот, но они, так сказать, деньги им заплатили, и они это все дело сделали. И это подтвердили все разведслужбы международные, это подтвердили американцы, это подтвердили несколько государств других. Это все понятно, и это понятно, что Путин это не устраивает. Потому что Путин это не устраивает, потому что это открывает, во-первых, второй фронт в Российской Федерации. То есть это напоминает, что на самом деле никакая исламская угроза никуда не ушла, что исламисты есть. Вот, эта организация Харасона, она такая очень специфическая, потому что это такие абсолютно экстремисты в стиле большевиков-революционеров, которые хотели в свое время построить мировую революцию. То есть вот есть, допустим, исламисты, которым просто достаточно того, что там где-то устанавливается ислам в их стране. А вот эти ребята, они хотят, чтобы вообще кроме ислама в мире вообще ничего не осталось. И все, кто не ислам, это для них враги, они борются, кстати, внутри Афганистана с талибами, а талибы, друзья Путина, мы знаем. Они борются с Российской Федерацией, они борются с иранцами, то есть с айатоллами, которые в соседнем Иране находятся. То есть они такие крутые мужики, для которых вообще кроме их конкретных верований и взгляда на мир не существует ничего. Поэтому для Путина, конечно, это очень неприятная штука, потому что тогда надо признавать, что никакого отношения никакой Украине это не имеет. Вот и поэтому, кстати, молчал, затыкался. Ну, вообще он не любит говорить какие-то слова соболезнований, он не любит встречаться с семьями погибших. Ему вот даже когда он встречается с какими-то там матерями, то это вот матери такие героини там типа Терешковой, да, которые просто их назначили матерями. Вот им он может нести ахинею по поводу того, что ваши ребята спиваются и ваши мужья спиваются. А так хоть они за меня будут отдавать жизни, вам деньги, вам почет, а мне, так сказать, война. Вот. И он, конечно, ждал, когда кого-то там поймают. Вот. Естественно, что то, что если даже действительно было все так, как они рассказали, то есть эти ребята сели на машину и поехали, то куда они могли поехать из этого Крокуса? Значит, Крокус находится между Рижским и Минским шоссе, да, и понятно, что надо ехать куда-то на запад, потому что, ну, просто это вот логика. Ну, не ехать же на Владивосток, то есть пересекать всю Москву и все Подмосковье в обратную сторону, когда там уже начали перекрывать все дороги и так далее. То есть это было просто с их точки зрения просто оппортунизм тоже. Ехали туда, где было открыто движение. А давайте мы сейчас про их передвижение, Сергей Олегович, сейчас вот отдельно поговорим. Я просто вот выписал себе действительно подробнее их маршрут, рассмотрим. Я сейчас только возвращаюсь к вот этой версии Кремля, да, вот прям быть правильно сказали, не устраивает абсолютно, видимо, не устраивают доказательства, которые говорят о том, что этот теракт был организован, например, террористами из ИГИЛ. Симоньян, да, одна из главных пропагандисток и, напомним, руководитель медиа, которая вещает на зарубеж, да, Russia Today, она прям так и написала у себя в Твиттере. Значит так, никакой это не ИГИЛ, это хохлы, мы тут запикаем это слово, да, и то, что еще до задержания западные спецслужбы принялись убеждать людей, что это ИГИЛ, именно это и подожгло шапку на этом воре. В чем, как бы, да, вот смысл повесить это все сейчас на Украину и, да, и представить общественности то, что вот концы находятся именно где-то там, уши где-то в Киеве, да, в чем вот эта вот идея? Во-первых, идея в том, что Путин сделал ставку на войну с Украиной как основное, основную идеологическую задачу всего своего, всей своей будущей шестилетки. Да, потому что ему говорили люди в Кремле, что не надо этого делать, нужно говорить о том, что Россия восстанавливается, что жизнь идет своим чередом, люди живут спокойно, и где-то там идет специальная операция, которая нас не касается, то есть население России не касается. У Путин, Путин понимает, что это не работает, потому что ему нужно пушечное мясо, потому что вы довольно эффективно лишаете Российскую Федерацию каждый день чуть не по тысячу человек, и она с сентября месяца потеряла там, по моим расчетам, от двух до трех общевысковых армий на Украинском фронте. Ему надо восстанавливать, и рано или поздно ему придется объявлять какую-то мобилизацию. Для того, чтобы ее объявлять, нужно мобилизовать население, то есть нужна вот такая сплачивающая идея, которая пока не работает, потому что люди понимают, что где-то это далеко, вот у них-то никакой войны нету. Ну, вот Белгород единственное это чувствует, вот Брянск это чувствует, может быть там немножко Ростов, Крым это чувствует, но все остальные это абсолютно не чувствуют, для них это все очень далеко, это где-то, где-то у черта на рогах. Вот, и это не укладывается в путинское желание, с одной стороны, и с другой стороны, для того, чтобы мобилизовывать какой-то народ, нужна какая-то заваруха внутри Российской Федерации, чтобы они, наконец, люди поняли, что вроде война пришла в родную хату. Как мы видели уже перед Второй Чеченской в свое время. Да, ну, естественно, да, потому что, конечно, перед Второй Чеченской они устроили просто эти теракты на территории Москвы, Володгодонске, там это известная история. Так, Путин приходил, кстати, к власти, вот, и проверенный временем механизм решили с Патрушевым запустить обратно, и вот поэтому им нужен украинский след, потому что и не просто украинский, но опять же он там фашисты, нацисты, то есть вот, ну, это вот лабуда, которую он гонит. Уже как минимум два года, вот, на самом деле даже больше, вот, и поэтому, конечно, никакой ИГИЛ сюда не вписывается, вот, но с другой стороны, он людей ищет, ну, держит за полных идиотов, да, потому что, ну, люди же в России, даже идиоты, понимают разницу между таджиками и украинцами, да, и какие, где таджики, а где украинцы. Где, ну, вот ИГИЛ, видите, значит, они, была отмашка дана, кстати, по российским спецслужбам, по российским каналам не говорить про исламский след практически, все, вот, и единственное, кто сказал, это Симонянша. И то, кстати, ее потом отругали, потому что она, когда, даже когда она говорит, что вот это вот то слово, которое вы запикали, вот, то все равно она сказала, это не ИГИЛ, да, то есть забудьте о ИГИЛ. А если забудьте, значит, она на самом деле дала вторую версию, и в этом смысле она дура, вот, потому что надо было как-то по-другому сделать. Слава богу, она дура, это вот хорошо на нас работает, потому что она так хочет лизнуть Путину одно место, что всегда это делает с глупостью. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Вот теперь давайте поговорим как раз о маршруте, о том, о чем вы начали. Значит, правильно ли я понял, по версии Кремля, значит, сначала эти террористы разъезжали по, ну, считайте, самому набитому вообще ментами, ФСБшниками городу России с оружием в машине. Потом полтора часа расстреливали людей в середине этого Кропускова. Спокойно потом оттуда ушли, сели в автомобиле на этих же машинах, на которых приехали. Они спокойно проехали через, вообще, вот, вдвинулись в сторону, да, границы с Украиной, планировали на этих же машинах пересечь линию фронта с Украиной. И впоследствии перестрелки еще и были взяты живьем, что меня удивило. Вот как вам в целом вот эта теория, которую сейчас выстраивает следствие? Это абсолютный маразм, потому что он не вяжется с самой главной версией, другой. Когда вы смотрите, как эти люди проводили сам теракт, они создают впечатление абсолютных профессионалов. То есть, хладнокровно, очень спокойно, без беготни, без ничего. Расстреливают очень много людей, очень эффективно организовали пожар. Такое редко бывает, вот, когда делают отвлекающий маневр, и, значит, сразу служба начинает заниматься пожаром, и уже никто не думает, где там эти самые террористы. То есть, внутри все было организовано по высшим стандартам терроризма, по высшим стандартам терроризма. Редко такие вообще вещи в мире были известны. Но, правда, говорят, там двоих вроде внутри убили. Правда, мы не понимаем, кто их убил, потому что у охранников не было никакого оружия. Там у них были дубинки, поэтому непонятно, кто их там убил. Но версия гуляет. А дальше начинается идиотизм, то есть, как вы правильно говорите, они садятся. Вместо того, чтобы просто взять... Стоит огромное количество машин на стоянке. Да, вот все, просто останавливаете первого, забираете ключи, садитесь в машину, уезжаете. И все. Отъезжаете пять километров, останавливаете вооруженные люди, останавливаете первого попавшего человека, меняете машину. И так делаете каждые пять километров, и вас замучаются искать, потому что никто уже не будет знать, на какую машину вы пересели. Нет, они садятся на одну машину, которая попала во все камеры слежения. И эту машину за 385 километров, там за 300 километров, ее обнаружили там в Брянске. Вот. Причем мы понимаем также, что люди, которые идут на такую штуку, чаще всего это все-таки смертники. Здесь никаких смертников нету, они уходят с территории. Вот. И когда их ловят, вот если это бойцы ИГИЛа, с ним их можно там критиковать за все, что угодно. За то, что они уроды, за то, что они смертники, за то, что у них голова набита дерьмом. Вот. Но за что их нельзя критиковать, это за то, что они люди решительные, и они идут за идею, и за эту идею. Им абсолютно без разницы, что с ними там будет. Вы их можете четвертовать, колесовать, чего угодно. Для них чем больше, тем лучше. Вот. А здесь мы видим забитых каких-то кроликов, вот, которые взгляд абсолютно вот не тех профессионалов, которых мы видели во время исполнения. Да, и вот, знаете, на этом тоже отдельно бы хотел остановиться. Вот эти условно интервью, да, которые записывают задержанными российские силовики, параллельно отрезая им уши, но мы об этом, кстати, тоже можем еще отдельно. Значит, утверждает один из них, что, да, говорят, действительно, они еле-еле по-русски, говорят очень неуверенно, не похожи они на тех, кто буквально недавно еще хладнокровно убивал людей из автоматов и отрезал голову человеку, лежащему на полу. Эти кадры мы тоже видели. Они утверждают, что их нашли через Telegram, им предложили полмиллиона, так, силовик еще переспрашивает, полмиллиона долларов? Он говорит, нет, полмиллиона рублей. Полмиллиона рублей, я напомню, это пять тысяч долларов, да, вот за пять тысяч долларов профессиональные военные или профессиональные убийцы вот пошли, якобы, по версии, получается, Кремля, убивать этих хладнокровных людей. Да, и вот, то есть, получается, с одной стороны, они утверждают, что мы, нас нашли через Telegram, мы там никогда не воевали, в армии не служили, и они совсем не похожи. тех да кто совсем недавно еще абсолютно профессионально обращаясь с оружием расстреливал этих людей вот вот это нестыковка да как может быть на самом деле то есть может быть это другие люди задержанные не те которые были внутри это первая вещь которая сразу приходит мне как профессиональному сотруднику правоохранительных органов секретных служб разведки то что было две команды одна команда вот та которая боевиков боевики абсолютно боевики причем векине просто так потому что вы знаете даже у тех людей которые владеют оружие вот здесь люди которые пришли с фронта это видно что они на фронте работают потому что их абсолютно не волнует что там происходит они просто как изменить за выражение как кроликов от следа отстреливают медных людей вот без без всяких там нет там нет ни никакого не шевеление души ничего никаких сомнений вот абсолютно абсолютно профессионализм убийц военных убийц даст со стрелковым оружием боевым фронтовым оружием то есть это не не пм и там какие-нибудь да это это автоматы причем автоматы они не стреляют очередями как это вот было например допустим там у нас в европе когда молодые пацаны у которых молоко на губах не 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 высохла еще они значит просто берут калаши и сразу там по 30 патронов очередями длинными чего-то там куда стреляют нет здесь коротенькие очереди либо одиночные выстрелы то есть все очень очень чрезвычайно профессионально а дальше мы видим каких-то таджиков 50-летних у которых не комплекция не соответствует тому что мы видели да потому что мы видели крепких очень высоких крепких молодцов скорее таких белобрысов то есть такие эсэсовцы до типа люди то есть вот вагнер какой-нибудь там да вот чувствуется вот такие ребята которые с вагнером работают день там в африке вот и потом мы видим каких-то забитых сад таджиков ну вот причем таджикистан мид таджикистан уже опроверг три личности которые были выявлены значит вывешены адреса и паспорта потому что двое они вообще в таджикистане и никуда тут не выезжали 3 саратов и по моему да и который сразу кстати увидев свою фотографию прибежал в мвд сказал что я никакого отношения к этому не имею снимите мою фотографию и так далее то есть месте на стыковке дальше огромное количество и тут видно вот просто невооруженным глазом что ну да скорее всего это просто отвлечение на негодный объект то есть группа и вот тогда понятно что такое 500 500 тысяч до 500 тысяч рублей потому что судя по всему их просто подставили их просто посадили возможно дали какие-то пистолеты и сказали что вам просто вот когда будет там заваруха вам надо сесть на машину и значит шарить в сторону украинской границы вот на запад куда-то ехать и все и вот тогда все понятно тогда все встает на свои места конечно конспирология но если это было спланировано например российскими спецслужбами некоторые уже заметили что машина на которой передвигались эти террористы да эти таджики условные она была французского происхождения сейчас на фоне воинственных высказываний манюля макрона возможно такой элемент тоже должен был нести какую-то смысловую нагрузку скажем так сергей легче прокомментируйте пожалуйста еще видео задержание вот мы видим абсолютную вот эту жестокость этих действительно таджиков значит которые не могут два слова сказать связать у нее слезы на глазах значит они такие все ну худые а видно что в плохой физической форме их избивают снимая на телефон и одному из них отрезают ухо засовывают в рот кто-то кричит я сейчас отрежу тебе значит член и ты его значит тоже будешь съедать и все это выставляется в пропагандистских пабликах причем это репосты даже те каналы которые аффилированы и с администрации президента путина силовыми структурами вот эти кадры они для чего эти кадры для для плебса потому что эмоция огромная эмоция потому что понятно что то что получилось в результате это самый крупный теракт за последние там 10 лет на совершенно понятно причем теракт не только в россии но даже и в европе потому что вот таких таких вещей когда там выгорает огромный зал вот вы видели с вертолета эту съемку да значит огромная дыра сколько там погибло совершенно неизвестно да эту цифру нам дают 133 на самом деле там же был несколько сотен людей там были все проданы билеты на конце вот и сколько там погибло на самом деле вообще сложно сказать ну вот но цифра 133 их устраивать я думаю что она больше не не двинется вот они уже приняли решение что будет 133 значит будет 133 вот и дальше нужно показать что мы будем беспощадные к врагам потому что этот уровень ненависти надо повышать в обществе до отсюда кстати потом уже до этого кстати уже было да потому что я вам напомню что когда кто-то там соловьев сказал что вот там 211 тысяч которые поставили подписи за надеждина всего их так теперь сажать вот у нас адреса фамилии все есть все никаких проблем вот и всех посадим в гулаг вот то есть это вот такая сталинская чистка идет готовится до этого гурулев по моему говорил что в российской федерации есть примерно 20 процентов людей которые не поддерживают своего и путина и их вообще можно отстрелить всех их чертовой бабушки и так сказать избавиться от людей которые так сказать предатели внутри российского общества то есть этот уровень запредельный уровень жестокости бессмысленной жестокости и готов 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 готовности общества к тому чтобы перейти к сталинскому гулагу вот это все работает на на это дело и вы сами видели реакции z каналов вот ну реакция такая стандартная ну сейчас нам будут плакаться права человека там туда-сюда да какие права человека если бы вы да если бы ваши дети да если бы выбор на на месте этого вот а дальше человеческая психология мы понимаем что в американском цивилизованном обществе есть такое понятие как суд линча да и все понятно что вот если есть толпа где-нибудь разъяренная то она там долго не будет ничего решать вот и никакого не никакого отношения она к юстиции и к справедливости не имеет это значит месть и причем месть которая базируется на базовых инстинктах животных инстинктах которые проявляет толпа как большое животное а не человек то есть ну да в чем сила да как это в законе или в правде да ну в правде той который себе значит рисуют вот те кто проводят эти задержания этих таджиков вот мы сказали что за этим терактом может идти новая волна или мобилизации или тотальная мобилизация да в принципе ее прогнозировали еще и до так называемых перевыборов путина да вот теперь есть еще один аргумент для этого окей могут быть ли еще какие-то последствия вот я например смотрю в госдуме уже от разных депутатов от правящей партии единая россия уже звучат требования снять мораторий на смертную казнь вероятно как бы это тоже будет аргумент и в россию могут вернуться еще и не знаю расстрелы или электрические стульки да вполне то есть это это да естественно потому что тут же кстати по по поводу по этому поводу в смертной казни возвращения хотя вы знаете здесь это бабушка надвое сказала потому что им же нужны бандиты для того чтобы посылать на фронт а если вы вернете смертную казнь то значит убийцу насильника их просто будут расстреливать а кого-то на фронт будет посылать из тюрьмы воров просто да и спекулянтов вот так что в этом смысле это не обязательно вещь другое дело что они могут вернуть за смертную казнь за предательство какое-то да то есть вот чтобы rdk вот типа того люди которые воюют там в rdk в белгородской области вот их да потому что путин об этом говорил что мы типа будем их найдем всех и покараемся вот причем когда это он выступал на заседании коллеги фсб причем я вам напомню такую такую вещь которая но если с холодной головой это анализировать то он говорит просто тени потому что он говорит а вы вот фсб доказали всегда что вы там защищаете устои государства говорит человек который в девяносто первом году нарушил присягу офицера кгб я вам напомню что присяга офицера кгб а если понадобится отдам свою жизнь за идеалы коммунистической партии советского союза подпись путин подпись патрушев подпись бортников подпись жирнов но жена в это время сидел в париже и поскольку он был со статусом шпиона нелегала он освобождался от этой клятвы ему не надо было вырывать автомат калашникова из сада и бежать к посольству российской федерации в париже для того чтобы защищать а путину надо было да путину патрушеву бортников им всем надо они все предатели с точки зрения советского союза и кгб в котором мы все состояли не выполнил свою главную задачу то есть он не спас самого себя он не спас коммунистическую партию советского союза и не спас и ссср и поэтому путин когда он триндит это очень мягкое слово которое я нашел а потому что иначе у нас самый youtube за забанит вот но вы понимаете да да вот на что он начинается настоящее слово на букву п вот триндит путин по этому поводу этот триндеж рассчитан ну просто на лохов которые ничего не понимают потому что если есть какая-то организация которая нарушила свои прямые служебные обязанности не спасла ни себя ни партию ни государства то это именно государства это организация фсб вот если вы вспомнили об этой коллегии там ведь как раз путин и прокомментировал предупреждение которые две недели назад давали соединенные штаты о том что в россии готовятся массовые убийства и планы террористов напасть на москву они цитирую неизбежны путин назвал значит такие предупреждения шантажом попыткой запугать россиян и вот действительно эти высказывания от него прозвучали буквально за пару дней до вот этого страшного расстрела почему скажем так действительно несмотря на все предупреждения настолько были не готовы российские спецслужбы к тому что могло произойти до спецназ вовремя не доехал пожарные топтались там значит как в кошкином доме на пожаре там разгвардейцы тоже вовремя не отреагировали скоро и застревали в пробках то есть но вас предупреждают да вы можете считать это шантажом считать это там допустим запугиваем не запугиванием но подготовиться к чему-то что может произойти почему этого не было да почему так плохо действительно сработали спецслужбы но вот здесь вы знаете мы можем даже забыть про конспирологию потому что это есть уже дальше просто психология оперативная оперативная психология любого любых спецслужб предупреждение пришло 7 марта предупреждение было очень специфическим то есть у америкосов были явные совершенно разведданные я уже не знаю кого они слушали где слушали как они вышли но они знали что это сама игил действительно готовит вот такие такую акцию и они сказали что эта акция 48 часов то есть не так что сказали что вот ближайшее время поскольку выборы то там в ближайшие две недели может где-нибудь нет они сказали в москве в течение 48 часов готовится большой-большой теракт значит и и американцы в этом смысле соблюдают свои обязательства спецслужебные даже если страна которая вот является россией который находится под санкциями там и так далее американцы когда знают что будет точно знают что будет готовиться такая акция они обычно про нее сообщают а вот и дальше ничего не состоялось причем я убежден что это не состоялось именно потому что вы вспомните там в тот в те выходные 10 с 8 на 10 марта эта история прошла по всем основным каналам в мире ее кстати к американцам присоединились британцы литовцы эстонцы австралийцы канадцы еще там ну в общем десяток стран которые примерно то же самое ретранслировали для своих граждан и плюс это все обсуждалось очень широко на всех новостных каналов и даже внутри российской федерации то есть я так думаю что вот эта группа которая готовилась к ней к этому теракту он наверняка вот этот крок изготовился на 8 и 9 марта но его решили просто поскольку значит пошел шухер и все-таки наверное были какие-то приняты все таки меры повышения безопасности мер безопасности на территории москвы они решили погодить а дальше сработала такая вещь потому что вот даже когда мы обсуждали и я тогда объяснял что скорее всего вот если фсб реально это готовил путин готовил то ему такая штука нужна была для того чтобы сорвать пол полдень против путина потому что если устроить какой-то шухер с терактом тогда можно было сказать что вот вы знаете в связи с тем что вот проведена такая такой теракт мы можно было вообще отменить третий день голосования да потому что там в первые два дня сказать что но у нас уже явка явка там 70 процентов проголосовала за путина 95 процентов из тех 70 которые пришли ну да могли бы еще присти 80 процентов в последний день но в общем это уже не меняет результаты выбора потому что и так понятно что путин избран вот я такую раскладку аналитически выводил из того что ничего не произошло и из того что если готовилась то готовила если готовилась фсб и путином то вот для этого готовим дальше посмотрите я убежден что на самом деле конечно это был настоящий гил просто настоящий гил и поэтому они к этому не были готовы кстати доказательством этого является то что вот этих ребят которых поймали их не четвертовали их не убили потому что помните дубровку там спящие чеченки все они были уже усыплены газом нервно-политическим им всем в лоб по пули добавили чтобы не дай бог не не узнали что это все фсб готовил что кто проводил через кпп за 2000 километров кто проводил через посты гаи от чечни до москвы кто давал взрывчатку кто давал автоматы кто и так далее то есть на самом деле вот там было понятно что это готовил фсб здесь все таки я думаю что действительно и гил готовил и другое дело что он готовил профессионально то есть вот он нашел эту группу отвлечения которую и поймала фсб и счастливы что они поймали вот значит на обкакались от счастья свои свои штаны и значит нам их показали и и так далее вот а дальше значит они тоже боялись что будут какие-то теракты на в на эти самые на выборы и когда ничего не произошло то вот дальше алексей это просто психология оперативная когда ничего не происходит сердце расслабились да все расслабляются и плюс не просто расслабились а вы заметили это пятница то есть если бы там вот было там на следующий день через день то все равно бы было точно так же потому что все уже все равно расслабились вот но путин съездил на коллегию выступил все значит и пятница вечером вы же понимаете значит конец недели все приняли уже по 200 грамм на грудь все генералы поехали на даче все сидят в саунах уже или в пабах или в пивнушках думают про выходные когда мы кто-то назначает свидание любовницы кто-то там я не знаю там еще чего-то и в общем все расслабились то есть а глобальная глобальная расслабуха потому что выборы состоялись все удалось как 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 полагалось и плюс 2 глобальная слабуха недели пятница конец недели выходные на носу плюс это вечер то есть принципе все уже день врать прошел все незаметно и вот здесь абсолютно чистой психологии поэтому конечно вы вы вызвайте попросы из отпусков или там из из отлучек из увольнения кучу народа просто в одно место собрать там за 20 минут это очень тяжело напоследок сергей олегович мы сегодня много вспоминали выступление путина на коллегии фсб и там он непосредственно дал общем команду чекистам убивать тех кто кого лично он и россия официально считает предателями да то есть он сказал так путин я прошу как это всегда было в нашей истории не забывать кто они такие выявлять их поименно мы будем наказывать их без срока давности где бы они не находились я прошу уделить достаточно внимание этому направлению деятельности чтобы не повадно было никому конец цитаты это было сказано публично приказ был отдан кому это сигнал это кстати вам наверное сигнал сергей олегович ну это всем сигнал это всем сигнал вот но опять же я вам напоминаю что таких все таких сигналов там при советском союзе тоже сколько угодно было но в 87 году праздновали торжественно 70-летие великой октябрьской социалистической революции все были уверены что это будет стоять еще тысячу лет вот а через два года рухнула берлинская стена через четыре года с 87 года упал советский союз когда и под своими обломками похоронил кгб и компартию советского союза то есть в этом смысле они могут давать сколько угодно сигналов но как история распорядиться это ее дело будет друзья ваши мнения ваши мысли по поводу расстрела людей в крокус холли оставляйте в комментариях уверен у вас есть свои версии событий мы услышали основную которую выдвигает сергей олегович в целом я рассматриваю ее как одну из основных также ваше мнение очень интересно будет видеть под этим видео там же под этим видео когда будете писать комментарии ставить лайки вы найдете ссылку на youtube канал сергея жирнова который регулярно посещает нас и спасибо вам за это сергей олегович для того чтобы помогали разбираться до новых встреч друзья вам спасибо за просмотр